Здравствуйте, меня зовут Эдска Адельман, менеджер по корпоративным связям в Data East USA Inc. в Сан-Хосе, Калифорния. Эта презентация представляет собой визуальное сравнение персонажей боевых приемов из двух игр, которые являются предметом спора в этом деле – Street Fighter II и Fighters History. Street Fighter II выпущена компанией Capcom Limited. В Японии и распространяется истцом Capcom USA Inc. Fighters History выпущена ответчиком Data East Corporation. В Японии и распространяется ответчиком Data East USA. Характер этого спора более подробно описан в документах, представленных Capcom и Data East. Проще говоря, Capcom утверждает, что Data East скопировала персонажей и их приемы из Street Fighter II и вставила их в игру Fighters History. Capcom представила заявление своего представителя Дэвида Уинстеда, в котором излагаются эти обвинения. Это видео состоит из двух частей. Первая часть, состоящая из семи коротких сегментов, рассматривает утверждение Capcom о том, что Data East скопировала семь персонажей из Street Fighter II. Мы сравним их с персонажами из Fighters History, которых по утверждению Capcom скопировали. Во второй части, состоящей из 18 коротких сегментов, сравниваются несколько боевых приемов, известных как специальные движения, которые по утверждению Capcom были скопированы в Fighters History. В этом первом сегменте мы рассмотрим утверждение Capcom о том, что персонаж Data East, Мэтт Лок Джейд, является копией персонажа Capcom Гайл. Визуальное сравнение этих персонажей показывает, что они не похожи. Это Гайл, как он изображен в руководстве по Street Fighter II. Изображения из руководства по стратегии единственные, которые Capcom предоставила в своих документах. Если вам кажется, что Гайл выглядит знакомо, возможно, вы правы. Это изображение Гайл из серии Street Fighter II Champion Edition в позе готовности. Я буду называть изображения на экране из двух игр растровыми изображениями. Гайл очевидно ассоциируется с вооруженными силами Соединенных Штатов. Он носит камуфляжные военные штаны, армейские ботинки, зеленую военную майку, жетоны и татуировку в виде американского флага. В соответствии с его образом военного у Гайла короткая стрижка. Во многих файтингах один на один у каждого персонажа есть свой собственный графический фон, известный как домашняя сцена. Джайлс — это военная база. На тротуаре есть другие военнослужащие, военный самолет и эмблема военно-воздушных сил Соединенных Штатов. История Мэтлока Джейда из Data East Fighter сильно отличается от Гайл как по замыслу, так и по внешнему виду. Это карандашный набросок Мэтлока, который художник-график использовал в качестве модели для растровых изображений в игре. А вот растровое изображение Мэтлока из Fighter's History в позе готовности. Мэтт Лок — спортивный панк-рокер из Англии. Он носит светлую стрижку и ракес, солнцезащитные очки и наушники, кожаную сбрую с шипами, мешковатые штаны и ботинки. Дизайн прически Мэтлока был основан на этой фотографии стрижки и ракес с шипами. У каждого персонажа в истории Fighter есть определенное слабое место, и он будет ошеломлен, если противник ударит по этому слабому месту, когда оно вспыхнет. В Street Fighter 2 такого понятия не существует. Слабые места Мэтт Лока — это его солнцезащитные очки и наушники. В соответствии со спортивным и музыкальным характером Мэтт Лока, его боевые движения, особенно удары ногами, напоминают брейк-данс. Домашняя сцена Мэтт Лока — это улица в Англии, где выступают другие панк-рокеры и явно британский Бобби. На заднем плане играет танцевальная музыка. Персонажи Гайла и Мэтт Лока отличаются друг от друга не только внешностью, но и речью и поведением после победы в раунде. Ну же, давай! Это же Гилл после победы в первом раунде. Обратите внимание, что он молча приглаживает волосы и складывает руки на поясе. Мэтт Лок ведет себя совершенно иначе. В этом втором сегменте сравниваются персонажи Сэма из Дести и Сагата из Кэпа. Кэп утверждает, что Сэм — копия Сагата. Оба персонажа — тайские кикбоксеры, но в остальном они очень разные. Это Сагат из руководства по стратегии «Уличный боец» от Кэпком. У него повязка на одном глазу и заметный шрам на груди. Это растровое изображение Сагата на домашней арене. Сагат — гигант, который превосходит других персонажей уличного бойца. Это карандашный набросок Дести Сэма, который использовался в качестве модели для растровых изображений в игре. Это растровое изображение Сэма в боевой стойке. Сэм — мускулистый, но подтянутый тайский кикбоксер. Его боевые движения и костюм основаны на искусстве тайского бокса. Внешний вид, костюм и движения Сэма были сделаны максимально реалистичными с учетом ограничений компьютерной графики, включая повязки на запястьях, на рукавнике и традиционную повязку на голове. Слабые места Сэма — его на рукавнике. Боевые приемы и стойки Сэма были вдохновлены фотографиями настоящих кикбоксеров, представленными в этой книге о тайском кикбоксинге. Сагат не носит ни традиционной повязки на голове, ни на рукавников. Сэм выкрикивает название своих специальных приемов на тайском языке, в отличие от Сагата. Хотя мистер Уинстит утверждает, что Сэм лысый, как Сагат, это явно не так. Мистер Уинстит также утверждает, что у Сагата есть серьги. Согласно изображению в руководстве по стратегии от Кэпком, это не так. Домашняя арена Сагата совершенно не похожа на арену Чейза. Домашняя арена Сагата Рио одет в традиционную форму для карате, дополненную черным поясом и удлиненными защитными накладками на запястье. Это растровое изображение Рио на его домашней арене, которая представляет собой крышу дадзё. Это карандашный набросок Мидзу Гути. Это растровое изображение Мидзу Гути в боевой стойке. Мидзу Гути отличается от традиционного костюма каратиста мешковатыми черными штанами и укороченными защитными накладками на запястье. Слабое место Мидзу Гути — повязка на голове. Мидзу Гути — мастер кенка-карате или карате без правил. Оно начинается со стандартного карате и добавляет запрещенные приемы, такие как удары ниже пояса, удары головой и захват воротника противника, чтобы бросить его на землю. Японская идентичность Мидзу Гути подчеркивается его домашней ареной, подвесным мостом между двумя крутыми горами в регионе Кансай в Японии. Она сильно отличается от домашней арены Рю. В этом четвертом эпизоде рассматривается утверждение Кэпком о том, что персонаж-дети Райзинг Жан-Пьер похож на персонажа Кэпком Вигу. Помимо того, что они светлокожие европейские бойцы, эти персонажи не похожи друг на друга. Это изображение Виги из руководства по Street Fighter 2. Это растровое изображение Виги в боевой стойке. Вега сражается с обнаженным торсом и носит длинный устрашающий коготь на атакующей руке. Он закрывает лицо защитной белой хоккейной маской. Кроме этих отличительных черт, Вега носит брюки с высокой талией, которые заканчиваются чуть ниже колена и коричневые макосины. У него длинные каштановые волосы, заплетенные в косу. Это карандашный набросок Жана Пьера. А это растровое изображение Жана в боевой стойке. Жан Пьер – сильный, мускулистый, но ловкий французский гимнаст. У него короткие светлые волосы, современная стрижка, традиционная спортивная форма и подтяжки. Костюм включает в себя ботинки и наколенники для защиты. Это придает ему более суровый вид. Слабое место Джона – повязка на ноге, раскрашенная в цвета французского флага. Джон и Вега выступают на разных аренах. Джон выступает в бальном зале Большого Версальского дворца. Французская аристократия в бальных нарядах поддерживает его. Вега выступает в бойцовском клубе в Испании, в полутемном зале. Зрители находятся за высоким сетчатым ограждением. В этом пятом сегменте рассматривается утверждение Кэпком о том, что персонаж Кен из Street Fighter 2 похож на восточного бога Рэй Макдугала. Кроме того, что они оба блондины и американцы, больше сходства между ними нет. Это Кен из руководства по Street Fighter 2 от Кэпком. А это растровое изображение Кена в боевой стойке. У Кена карие глаза и длинные, но аккуратно уложенные светлые волосы. Кен одет в красный костюм для карате, черный пояс и без обуви. Это растровое изображение Рэя, созданное на основе истории Street Fighter. Рэй – американский детектив, обученный различным боевым искусствам. У него голубые глаза и короткие светлые волосы. Он носит обтягивающую футболку с молнией на груди. Чтобы подчеркнуть свою американскую идентичность, Рэй носит синие джинсы и кроссовки и говорит по-английски во время боя. Слабое место Рэя – молния на футболке. У Кена и Рэя разные прически, цвет глаз и костюмы. Игроков, которым нравится чистый стиль карате Кена, вряд ли привлечет Рэй, который почти высмеивает туристов. Домашняя арена Рэя – Капитолий, США. Музыка, которая его сопровождает, – рок-н-ролл. Домашняя арена Кена совсем другая. В этом шестом сегменте рассматривается утверждение Кэпком о том, что персонаж Диэтия Ист, Мастариус, похож на персонажа Кэпком Занжифа. Помимо того, что они оба крупные борцы, эти персонажи не похожи. Это изображение Занжифа из руководства по стратегии Кэпком Стритфайтер 2. А это растровое изображение Занжифа в боевой стойке. Занжиф родом из Советского Союза, поэтому у него короткая узкая челка на бритой голове и короткая борода. Занжиф вносит только красные и золотые ботинки, трусы и браслеты. Кажется, что на ногах Занжифа, выше шнурков, есть немного волос. Невозможно сказать, это нех, торчащий из ботинок, или собственные волосы Занжифа. Это растровое изображение Мастариуса из игры Data East Fighter. Мастариус выглядит более раскованным. У него длинные растрепанные волосы и густая борода. Мастариус носит меховые гетры, вдохновленные известным профессиональным борцом Брюсером Броди. Мастариус носит костюм древнеримских гладиаторов, которые, по его мнению, могли быть предками современного стиля борьбы. Он носит кожаный защитный жилет, закрывающий большую часть верхней части тела и шорты, похожие на юбку. Домашняя арена Занжифа подчеркивает эти различия в характерах. Занжиф сражается на советской промышленной фабрике. Обратите внимание на знакомый серп и молот на полу. Рабочие, которые там работают, поддерживают его. Домашняя арена Мастариуса находится на открытом воздухе, перед историческим фонтаном Торави в Италии. Фонтан украшен большой статой в традиционном римском стиле. В этом седьмом и последнем сравнении персонажей Кэпком утверждает, что персонаж Пэйлинг из Ди Тест похож на персонажа Чун Ли с Кэпком. Кроме того, что они обе китаянки, больше ничего общего у них нет. Это Чун Ли, как она изображена в руководстве по Стритфайтер Ту. А это растровое изображение Чун Ли в боевой стойке. На Чун Ли надето синее китайское платье, открывающее ноги до талии, белые сапоги до колен и браслеты с шипами. Она собирает волосы с высоких хвост, украшенной двумя бантами по бокам головы. Это карандашные наброски персонажей из игры Fighters History – Фейлинг. Фейлинг – главная актриса в Кэгике, китайской передвижной опере. Ее оперный костюм имеет защитные доспехи от плеч до груди. Остальная часть костюма закрывает ноги до колен. На Фейлинг коричневые туфли для кунг-фу, а волосы, собраны в длинный хвост, завязаны в двух местах. Костюм Фейлинг был вдохновлен этим изображением аутентичного китайского оперного костюма. Это растровое изображение Фейлинг в боевой стойке. Фейлинг – эксперт по таруку или боевому искусству богомола. Ее стойкие боевые движения сильно отличаются от движений других китайских бойцов, таких как Чун Ли в Street Fighter II. На домашней сцене Фейли в Китае изображены другие члены ее театральной труппы и звучит музыка в стиле китайской оперы. Домашняя сцена Чун Ли, изображающая оживленный рынок, совсем другая. Фейлинг – серьезная и сильная женщина-боец, которая вызывает уважение. Чун Ли, с другой стороны, улыбается и хихикает, изображая стереотипную молодую девушку, к которой не стоит относиться серьезно. На этом сравнение персонажей в двух играх заканчивается. Во второй части этого видео мы сравним особые боевые приемы, которые по утверждению Capcom были скопированы Data East.